Всем привет! Мы маленькие любители фотографий. У меня в руках Canon QL17. Одна из самых лучших компактных дальномерных камер с несъемным объективом. И в сегодняшнем ревью мы будем делать обзор именно на нее. Фотокамера перед вами на столе. И давайте начнем уже обзор. На передней панели имеется объектив. Управление геликоидом. На боковой панели, вот под этой заглушкой спрятано подключение сокет для вспышки. Сзади у нас имеется кнопка чек для проверки заряда батарейки. Видоискатель. Никаких напоминателей и прочего на задней крышке. С этого бока ничего не наблюдается. Снизу есть отсек для батареек, штативное гнездо и кнопочка для обратной перемотки. На верхней панели спрятался круговый взвод. Он так откидывается. Кнопка спуска. Горячий башмак и рычаг обратной перемотки. Ушки для крепления ремня, как вы видите, в наличии. Перейдем к органам управления. Органы управления у нас спрятаны на объективе. Самое интересное, что эта камера может работать в режиме приоритета выдержки. Что это значит? Мы ставим значение на А. Это означает автомат. И можем выставлять какую захотим выдержку. Ну, конечно же, поправки работы возможностей экспонометрии. Ну вот, давайте поставим одну тридцатую. Также на объективе расположен рычажок для изменения чувствительности. Минимальная чувствительность составляет 25 единиц. Максимальная чувствительность составляет 800 единиц. Для удобства давайте оставим на 400 единиц. Также имеется жужжащий селфи-таймер. Он же автоспуск. Чпок. И резьба под светофильтры. Диаметр светофильтра здесь составляет аж целых 48 миллиметров, что довольно является редкостью. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал купить простое переходное кольцо с 48 до 49 миллиметров. Потому что 49 миллиметровых фильтров их самое большое, просто дичайшее количество. На что из себя представляет объектив? Объектив из себя представляет 40 миллиметров с диафрагмой 1.7. Это один из самых крутых объективов, которые можно встретить на дальномерках данного типа. Он несъемный. Вот это окошечко для замера экспериметрии, выставления автоматом. И здесь все очень просто. Мы регулируем этим кольцом положение фокуса. Также на объективе можно наблюдать шкалу. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,8 метра. Максимальная бесконечность. Для более простого пользования камерой можно также ориентироваться на эти символы. Туманчик, солнышко и индор. Это нужно только для того, чтобы если мы не знаем значение чувствительности и выдержки, можно таким образом камеры подсказывать. Но на самом деле я считаю, что это вещь можно игнорировать. Потому что настоящие true фотографы таким образом снимают. Сразу несколько слов по поводу питания фотокамеры. Фотокамеры рассчитаны на использование каких-то непонятных меркуриевых батарей. Но с помощью нехитрых манипуляций я с успехом использую батарейки для слуховых аппаратов типа 675. Они чуть меньше вольтажа рассчитаны вольтажом. Место полутора где-то 1,4 1,7 1,3 вот и я также использовал небольшой резиновую прокладку благодаря которой у меня отсутствуют люфты от слова совсем и работает прекрасная экспрометрия. Никаких поправок, ничего делать не нужно. Все работает хорошо. Несколько особенностей по работе именно с конкретным фотоаппаратом модели Canon QL17. Если мы работаем в режиме автомата, то без батареек операция с камерой невозможна. Но в случае если у нас закончилось электропитание, мы можем перейти в полностью ручное управление. В этом отношении фотокамера абсолютно независима. То есть даже если вы нашли аппарат с неработающей электроникой, то вы можете выставлять экспопару вручную, как угодно. Ничего блокироваться у нас не будет. И это безусловно огромный плюс в пользование данным фотоаппаратом. Заряжать пленку в этот фотоаппарат также очень просто. Поднимаем крышечку, откидываем ее полностью назад, берем ролик пленки, вставляем и видим красную черту, доводим наш хвостик до этой черты. Вот таким вот образом закрываем крышку, смотрим в это окно, чтобы у нас перфорация попала на зубчик. Если все нормально, закрываем крышку. Далее можно промотать фотопленку и вот по этому окну можно свидетельствовать, это окно говорит о том, что промотка пленки идет. Это маленькое окно, если оно полностью загорелось красным, означает, что фотопленка заряжена и фотоаппарат готов к использованию. Если это окно светится белым, это означает, что либо фотоаппарат это означает, что либо фотопленка не заряжена, либо вы уже сделали кадр и нужно ввести курок. Также хочу обратить ваше внимание на горячий башмак для вспышки. Очень будет круто, если мы раздоводим вспышку, ну, не то чтобы родную, но у которой имеются дополнительные контакты, как, например, на моей Pentax. У меня имеется большая коллекция вспышек, но суперским образом подошла именно эта модель. Сейчас я объясню почему. Если мы будем использовать вспышку, которая задействует только центральный контакт, то в случае работы с автоматикой она будет работать не совсем корректным образом. Чуть позднее я об этом остановлюсь и точно расскажу. Но если у нас задействуется какой-либо пин, например, вот этот с этим контактом, то у нас фотокамера превращается в полностью работоспособный образец и, что самое главное, работа со вспышкой значительно облегчается, потому что затвор, центральный затвор позволяет синхронизироваться со вспышкой на абсолютно всех выдержках, это нереальный профит, а также работает автоматика, то есть нам не нужно будет заморачиваться по поводу того, какую же нам мощность вспышки вставить, для того, чтобы получить равномерный проэспонированный снимок. Итак, дорогие друзья, теперь добро пожаловать в видоискательство камеры Каннет КОЛ-17. Желтая рамочка это ограничение поля зрения нашего если я буду наводить на резкость, вы увидите в центре два пятна, это типичная картинка для длинномерной камеры. Совмещаем две изображения в одно и считаем, что у нас фотокадр в фокусе. Если вы сумели заметить, что когда я фокусируюсь, то в видоискателе рамки, положение рамок изменяется. Это называется компенсация параллокса. Каннет КОЛ-17 одна из тех камера, если не сказать единственная, у которой имеется данная фича. Все остальные камеры подобного рода данной фишкой не обладают. Теперь чуть более подробно по работу автоматики. Если я буду изменять выдержки, то обратите внимание на поведение стрелочки. Как вы можете наблюдать, в зависимости от выбранной мной выдержки автомат в камеру ставит соответствующую диафрагму. При данных условиях освещения я получаю хпопару 1, 30 секунды и диафрагму 5,6. Несколько слов про работу со вспышкой. Если мы используем вспышку с дополнительным контактом, о котором я говорил ранее, то вы можете наблюдать следующие изменения в видоискателе. При использовании без вспышки диафрагмы на число составляло 4, то сейчас оно ушло в значение к 11. Это говорит нам о том, что с вспышкой автомат камеры понял, что там что-то установлено и вводит соответствующие поправки. Но интересно на самом деле другое. Интересно то, что при изменении дистанции фокусировки изменяется и значение диафрагмы. То есть фотоаппарат сам автоматически меняет, открывает диафрагму и таким образом компенсирует недостаток освещенности. Если же мы приводим действие в минимальную дистанцию фокусировки, то он старается наоборот прикрыть как можно сильнее диафрагму и таким образом получить равномерно проэкспонированный снимок, чтобы у нас как говорится портреты никакие не получились с выбитыми лицами. Но если например я на вспышке переключусь в режим программ то диафрагменное число у нас экспонометр ушел в сильную недодержку и фотоаппарат не позволит мне сделать снимок если я нахожусь в режиме автомата. Для того чтобы сделать снимок в полностью ручном режиме мне нужно вернуться в полностью опять же ручной режим. Как только я возвращаю вспышку в режим мануэла то есть вручную я могу сделать снимок. вот так вот легко и просто и очень полезно что самое главное. А вот и наше традиционное послесловие что я могу сказать о CanonET QL17 этой камере быть она классная я очень давно мечтал заполучить нечто подобное потому что честно скажу ну для мерки это мое любимое поэтому здесь что называется вариант беспроигрышный у него есть все что нужно компенсация параллокса в рамках ручной режим кое-никакой но автомат умная вспышка ну я даже не знаю великолепный объектив хорошая в принципе тушка даже они бывают в черном моем любимом цвете в данном случае я еще приложил свои пусть и не очень прямые но все-таки руки и полностью восстановил эту камеру то есть я перебрал диафрагму затвор восстановил у ней уплотнители и даже припаял заново контакт питания и на данный момент CanonET QL17 одна из камер поэтому если вы хотите попробовать дальномерки что-то такое понять то найдите себе ее в рабочем состоянии или не очень рабочем состоянии попробуйте отремонтировать в общем вы получите настоящее удовольствие от съемки и я лично получаю его постоянно работая с этим фотоаппаратом у меня на этом все всем спасибо и всем пока